Четвёртый. Ура, ребятоньки, смотрите, попал, офигенно. Стоп, вы это видели? Бот был в воздухе. Хей-йоу, ребят, с вами Илюша, и сегодня мы поиграем в игрушку под названием The Mean Greens Plastic Warfare. И эта игрушка о том, как мы будем играть за вот таких пластмассовых солдатиков, будем воевать против друг друга, а также против насекомых. Вообще, насекомые появились вот буквально вчера. У нас вышло обновление в этой игрушке, и добавили вот таких паучков, а также есть ещё рапторы, но это будет чуть позже. Я вам покажу во второй половине нашего видеоролика. А сейчас мы пока что сражаемся вот против таких пауков, вот смотрите, да, сколько я в него выстрелов потратил, а он до сих пор не уничтожал, но теперь я уже всё-таки его победил. Но у нас вообще задача стоит не самое главное, побеждать пауков. Самая главная задача, это, естественно, сражаться против наших чувачков и в итоге выиграть первое место, да, давайте тогда сейчас мы с вами это попробуем сделать. Да-да, кстати, кто ещё не знает, кто вообще не знаком с этой игрой, тут раньше даже ботов не было, а сейчас они появились, и именно сейчас с ними я играю. Конечно, стыдно, то, что у меня последнее место, но сейчас мы будем с вами это всё дело исправлять. Ну, вы это видите? Либо я, Нубик, уже не играл сколько лет в этой стрелялке, либо же тут какие-то слишком сильные боты. Ну ладно, сейчас мы это с вами всё дело выясним. Так, кто кого убил? А, это его вроде бы паучок запигачил. Ладно, окей, давайте попробуем с винтовочки пострелять, может быть, нам будет фартить именно с нею? Так, отлично, минус бот, минус ещё один ботик надо сделать, так-так-так-так-так, получай. Ну, смотрите, тут даже на ходу можно стрелять, это очень даже имбо на самом деле, по сравнению с другими там играми, с такими как КС-очкой, либо ещё что-то. Блин, вот только попал в чувачка, надо было ещё один выстрел сделать, и в итоге меня паук зафигачил. Паук, ну ты серьёзно? Ладно, давайте сейчас попробуем ещё одно оружие, благо то, что оно здесь есть. Это дробовик, так, дробовик, опа, раз, два, и ни разу не попал, третий раз, четвёртый, ура, ребятоньки, смотрите, попал, офигенно. Даже паучка ещё зафигачил нашу, так, хорошо, минус бот, но это, в принципе, было исично, он бежал ко мне спиной. Будем тогда сейчас преследовать вот этого паренька, так, давай-давай-давай, смотрите, два выстрела есть, третий выстрел, и в итоге он решающий был. Присмотрите, сколько пауков, офигеть, меня даже бот зафигачил, но это всё из-за того, что за мной просто огромное количество пауков гонялось. Ладно, я думаю, что нам надо где-нибудь засесть и в итоге реально набрать киллов сначала, а потом уже фигачиться против наших паучков. Так, ну что же, блин, какая-то тут очень странная стрельба. Вот, смотрите, всё, наконец-таки, видимо, тут надо прям реально стоять на месте, что ли, да, чтобы нормально попадать. Так, о, смотрите, красненький у нас бежит, так, иди сюда, иди сюда, красненький. Ну, я надеюсь, тебя паучки не зафигачат, всё, отлично, друзья, наконец-таки, наконец-таки я успел. И потихонечку поднимаемся мы, первое место имеет 11 киллов, сейчас мы тогда его догоним обязательно, так, 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 ну, Давай, синенький, синенький чувачок, кого ты стреляешь? Кстати, он стреляет, получается, в того, кто у нас наверху, то есть можно в них стрелять, серьёзно? Оу, а ты куда свалился-то? Хм, странно, друзья, вы это видели? Просто в пропасть свалился парень, и в итоге его теперь не достать. Ладно, у меня 8 киллов, мне осталось ещё 3 килла, и я уже сравняю с первым местом. Так, где же у нас ещё наши противнички? Эй, друзья, пока что я вас не вижу, хотя вот, нашёл, нашёл, нашёл. Так, 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 ты-то чё ко мне тут притянулся? На тебе гранату, ну, давай, подзарвись. Эх, смотрите, друзья, сзади него граната взорвалась, и, к сожалению, осколочком его не задело. Так, ладно, о, смотрите, прямо передо мной. Эм, привет, чувак, чё делаешь? Ну, играя в эту игрушку, я понял то, что тут самое такое нормальное оружие, это, естественно, вот эта эмочка, то есть М16. Так, ну что же, мы тогда фигачим ещё наших ботов. Так, ну смотри, куда ты всё убегаешь от меня? Наконец-таки, друзья, попал в него, и у меня 9 киллов. В принципе, я могу даже выйти сейчас на второе место, только мне главное ботов нормально фигачить. О, всё, отлично, я теперь в троечке, осталось мне догнать того самого топера. Хоть, несмотря на то, что он и бот, но он всё равно реально выигрывает. Друзья, я признаю, я реально нуб, я вообще не могу играть сейчас в эту стрелялку, потому что я в них вообще не играю сейчас. И это, конечно, в принципе, всё объясняет, потому что раньше когда-то я любил стрелялочки, любил играть там в каесочку ту же самую, но теперь уже всё изменилось, и я уже теперь давным-давно в них не играю. Смотрите, офигеть, стоп, вы это видели? Бот был в воздухе, и, как это понимать, это очень странно. Кстати, 13-13 и 14-е это первое место. Я думаю, сейчас мы сделаем пару киллов, и в итоге уже попробуем выйти на первое местечко. Так-так-так, ну что ж ты всё в меня стреляешь-то, а, паренёк? Вот всё, замечательно, друзья. И в итоге всё, да, мы вышли на первое место. Я думаю, с такими темпами мы реально сейчас уже, ну, разыграемся, и в итоге сможем занять какое-нибудь нормальное место. Ну, по крайней мере, среди ботов. Я представляю, друзья, что был бы, если я сейчас играл бы, ну, среди обычных игроков. Я бы точно тут был бы на последнем месте. А, кстати, напишите вы в комментариях, как вы вообще относитесь к стрелялкам, играете вы в них или нет, и вообще, играете ли вы вот в эту игру, где у нас пластиковые человечки. Так, ну ладно, у нас тем самым временем осталось уже около трёх минут. Давайте мы тогда сейчас их до конца доиграем и посмотрим на конечный результат. Кто же у нас выиграет, я или какой-нибудь бот? Ну и в итоге, ребятоньки, мы отыграли игру, и вы видите результаты. Да-да, я среди ботов аж на целом первом месте. Ну, а сейчас мы плавненько переходим ко второй карте. Как раз-таки я вам про неё говорил. Тут у нас имеются вот такие какие-то рапторы маленькие, и они нас пытаются зафигачить, а наша задача, естественно, от них отбиваться. И, кстати, друзья, это уже как раз-таки не боты. Мы играем против настоящих людей, только людишечки у нас в виде вот таких динозавриков. И, кстати, я заметил то, что самый хороший лайфхак, это давать им порцию свинца с дробовика, потому что они пытаются, ну, как бы тебя укусить, они всегда тут рядом, и вблизи самое лучшее оружие будет, это, естественно, дробовик. И вы это видели? Три штуки сразу же на меня напало, офигеть! Ну-ка, давайте сейчас мы дадим им люлей как раз-таки, пока у нас ещё осталось время, хоть его осталось очень-очень мало, слишком поздно я присоединился к этому серверу, но хотя бы я его нашёл, друзья, потому что я думал, что я его не успею найти. Так, ну что же, где же, где же наши динозаврики? Куда вы делись-то? Эй, чё-то я их и не вижу реально, куда-то они исчезли. Видимо, наверное, крысят, потому что мы проигрываем по очкам, если так посмотреть, и поэтому они хотят обойтись как бы лёгким путём. Так, вот, смотрите, три штуки, это как раз-таки, наверное, те три штуки, которые меня зафигачили. Так, минус один у нас есть, берём дробовик скорее и фигачим ещё этого. Отличненько, этого тоже положили. И, парень, я надеюсь, ты успеешь хотя бы его поджечь-то или хоть что-то сделать. Так, получай, всё, отлично. Того он поджёг, этого я подстрелил, и в итоге мы всё равно проиграли. Ну и на финальную часть этого ролика я подготовил вам мясорубочку в виде вот такого поезда. Пока что у нас, кстати, очень много ботов играет, потому что многие игроки уже вышли. Я играю сейчас ночью, но это ничего страшного. Самое главное, ребятоньки, естественно, нам выиграть эту битву. Пока что мы не очень так уж и выиграем, потому что у нас получается всего лишь три килла против их четырёх. Но я думаю, мы сейчас всё это быстренько как-нибудь нагоним. Так, есть здесь кто-нибудь? А кто меня, интересно, фигачит сзади? Может быть, тут есть огонь по своим? И, друзья, мне кажется, я понял, почему мы проигрываем. А потому что против меня играет просто абсолютно вся тима с нормальными людьми. То есть, вообще с людьми. А со мной играют одни боты. Действительно, я тут, в принципе, на первом месте такой, тоже, можно сказать, наполовину бот. Потому что нихрена уже не умею играть в стрелялки. Так, ну что же, может быть, мы всё-таки попробуем что-нибудь сделать. И вы это видели? Откуда? Откуда он меня зафигачил? Как он оказался там сзади, конечно, непонятно. Так, два хедшота поставил, но в итоге парень у нас не погиб. Очень-очень странно летят патроны в нашей вот этой игрушке. И, кстати, смотрите, что мне нравится, когда мы играем от третьего вида. То, что я вижу вот этих противников, а они меня не видят. И зато меня зафигачили опять-таки сзади. Вот откуда? Боты, почему вы не смотрите спину? Почему вы не прикрываете меня? Вот зато теперь я тебя зафигачиваю вот так спину, да? Вот он этого, я думаю, точно не ожидал. Всё, замечательно. Да, уж, конечно, тяжко играть против целой команды с ботами. Ну ладно, мы сейчас будем, друзья, стараться. Сейчас будем стараться. Так, сзади нет никого. О, вроде бы сзади нет никого. Будем тогда сейчас вот так на подъём прям фигачить. Так, кстати, тут у нас есть гранатомёт, и я бы хотел сейчас им воспользоваться. Давайте мы сейчас как раз-таки стрельнем с гранатомёта. И я думаю, у нас всё должно получиться. Так, тихонечко-тихонечко вот сюда подходим. Вижу наших, кстати, противников. Хоп. И есть попадание. Да, попадание есть. Но килла, к сожалению, нету. Будем тогда с винтовочки стрелять. Будем вот так фигачить. А, отличненько, минус один у нас есть. Так, и второго надо бы зафигачить. Второго тоже мы зафигачили, и прям хэдшотиками проставили, да? Осталось ещё вот этого чувачка. Опять хэдшот, друзья. Слушайте, а с винтовочки сейчас идёт. Можно реально тут хэдшотики так ставить, но в итоге мне опять-таки тоже поставили смачненький хэдшот. Ладно, думаю, делаю последний заход с эмочкой, потому что, ну, вообще очень-очень тяжело тут выживать против реально всей команды без ботов. Вот смотрите, реально, вся команда у них нормальная, а у меня все боты. Так, паренёк, получай, получай, получай. Смотрите, с дробашом меня фигачит, эх, ну это, конечно, жёстко, друзья. Это реально слив. Ну что же, я думаю, на этом может заканчивать наше прохождение. Если вам понравилась эта серия, вы хотите побольше этой игрушки, напишите обязательно об этом в комментарии, а также не забудьте поставить кучу и кучу лайков. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok